Ну вот начинается наш новый день, мы запаковали свои чемоданы, выдвигаемся с отеля БАОН, едем в новую бухту. Как вы узнаете по дороге, в ней очень мало бывает наших российских туристов, но поверьте, она очень классная. Мы идем заселяться. Здесь есть все. Это у нас номер люкс с видом на море. Отель Атлантик. У нас в софии день рождения. Идем в аквапарк, потом пойдем в океанариум. Что-нибудь так классно сделали. Песочница с навесами. В огромном гипермаркете. Большой футбор. Покажу вам кадр из Орла и Решки. Пляж, конечно, интересный. Сюда лучше приедете, посмотрите сами. Все, мы берем чемоданы, еще одни и погнали. Вот прикол, вызвал такси, сидел объясню 100 лет, как проехать до Шангри-Ла. А он говорит, да говори уже, я по-русски это понимаю. Ну все, мы поехали. Дети готовы? Ну все, едем в Шангри-Ла. Ну вот мы свернули с трассы. Мы с вами въехали уже в бухту Хайтенбэй. Двигаемся к нашему отелю. Нас багаж взяли, едем заселяться. Исейка наш уснул. А где Семен? Семен, как обычно, у нас уже куда-то убежал. Здесь все поговорят по-английски сразу-то. Ну что, какое первое впечатление? Здесь чувствуется уровень, конечно, выше. Это, конечно, не в Дунхай. Я так и думал, что в Хайтенбэй гораздо премиальнее бухты. Здесь одни, скажем, модные отели стоят. Я даже думаю, что это поинтереснее бухты Ялунгбэй. Так что, ну мы только и приехали, поэтому все покажем, расскажем, посмотрим. Следите за нами. Сейчас будет много интересного. Уже заселяемся в отель Шангрила. Мы здесь, наверное, одни из первых туристов, кто сюда приехал. Все туры, которые сюда продаются, они есть у нас. Так что, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы исследуем этот отель полностью. Все покажем вам. И обязательно сделаем лучшее предложение для вас сюда. Полностью готовым пакетом с надежным туроператором. Заселяемся в Шангрила. Ну все, нам выдают номера. Мы идем заселяться. У нас номер люкс с видом на море. Все, пойдемте заселяться. Папе дали номер. В номер 2407. Говорю, как говорил, мы здесь первый раз. Нам все интересно. Сервис уже на входе. Радуют, встречают, провожают. В общем, все как в обычных, хороших, дорогих отелях. Уже вижу, что здесь есть банкомат прямо в отеле. Сейчас посмотрю, с мастер-картом он или нет. Принимает виза мастер-карт. Супер. Смотрите, у нас, смотрите, какой уже в коридоре есть. Мы приехали к своему номеру. Сейчас будем заселяться. Номер у нас 2407. Так, Соня, давай карточку прикладываем. И будем заходить в наш номер. Итак, дорогие друзья, у нас сегодня, можно сказать, выходной. Мы приехали с детьми, с семьей. В отеле Шангрила. В кухне Хатинбэй. Вот мои дети уже осваивают ванную комнату. Давайте я вам пробегусь и покажу наш номер. Вот такой у нас номер с двумя отдельными кроватями. Потому что мы с детьми. Большой плазменный телевизор. Зона отдыха. Рабочая зона супер. Даже есть мобильный телефон. Смотрите, чтобы я мог им попользоваться во время своего пребывания. Ну и пойдемте на балкон. Посмотрим вид с балкона из нашего номера. На балконе есть классная сушилка. Небольшая зона отдыха. А самое главное, наш отель с аквапарком. Здесь есть все горки. И позади нас находится большой аквапарк Атлантис. Так что мы будем эти два дня в аквапарке на отдыхе. Потому что у нас выходной. А самое главное, у нас завтра у Софии день рождения. Ей исполняется пять лет. Поэтому приехали сюда, в эту бухту специально. Чтобы отдохнуть полноценно и развлечься как следует. И естественно показать, друзья, все это вам. Чтобы вы знали, куда отправляться на острове Хайнань. Где заселяться, где размещаться. И как проводить все-таки классное время здесь. Вот, оказывается, здесь есть детские тапочки даже. Настоящая-настоящая пятерка. Территорию сейчас будем изучать, смотреть. Мы с нашей командой исследователей пошли обследовать территорию Шангрила. Здесь аквапарк. Здесь всевозможные зоны, парк. И, короче, чего-то только нету. Здесь на входе в аквапарк можно за 10 юаней покормить рыбок. Лежит корм. Пожалуйста. Сейчас дадим Елисейке покормить рыбок. Вот такое интересное занятие. Обязательно надо воспользоваться моментом. Плавно мы вышли к зоне аквапарка. У нас как раз номер на аквапарк. Вот здесь такие горки есть. Поэтому мы сейчас на них обязательно прокатимся. Все, взяли полотенца. Привет! Мы согнали на эти горки. Раз, два, три, улыбки! Мы бежим на горки. Нам понравилось кататься и здесь пускай с маленькими детьми. Это очень круто. Давайте на синюю еще. Ну все, мы погнали! Приехали! В общем, классные, бесплатные аквапарки на территории Атрея Шангри-Ла. Хорошие легенькие горки можно с детьми, потому что обычно с детьми на горки не пускают. А здесь реально можно кататься хоть весь день. Ну вот, мы наплавались, накупались, очень круто. Сейчас пойдем дальше, посмотрим территорию отеля. Жаль, что мы всего на два дня. Мне кажется, здесь неделю вообще налегке. Даже можно за территорию отеля не выходить. Хоть и дождь идет, но все равно нипочем. Да нет, на самом деле дождик на Хайнане это редкая история. Он прошел, закончился, а и ливней здесь нет. Вот идем, маленько моросит. Мы вот после аквапарка вышли. Сейчас хотимся все-таки выйти на море. Блин, как здесь круто, все зелено, все ровненько. Смотрите, как круто, зелено все. Блин, территория идеальная, никакой сухой травы даже нет. Ну все, идемте. Мы, короче, хотим выйти на пляж, посмотреть. С квадрокоптера мы поднимали. Казалось, что волны большие сегодня. Ну, Хайтенбэй, кстати, замечу. Эта бухта не предназначена для купания, но поэтому здесь очень крутые отели с большими территориями. И здесь много развлечений на территориях. Поэтому море, в принципе, оно здесь не очень нужно. Это точно, поверьте, это вообще нисколько не напрягает. Гораздо лучше жить в классном отеле с классной территорией, на самом деле, чем жить в не очень отеле на зато рядом море. Ну, опять же, здесь сколько людей, столько и мнений. Блин, там вот так классно сделали. Там будет сейчас гореть ночью Merry Christmas. Короче, к Новому году здесь подготовились вообще, по-моему, хорошо. А вот мы сейчас с вами побыли в аквапарке. Сейчас мы идем вдоль взрослого бассейна. Ну, в том числе и для детей он тоже подходит. Вот видите, сзади меня такие надувные игрушки есть и все такое. Смотрите, какие классные лежаки. В них можно полежать и отдохнуть. Здесь, кстати, мелко и не глубоко. Скажите, Надежда, как вы относитесь к загару русских туристов, которые приезжают на остров Хайнань? Мне кажется, что загорать, когда ты уже весь черный, у тебя желтоватый такой загар, не очень красивый. И ты все равно стоишь на пляже в 12 часов дня. По-моему, это что-то с головой странное случилось. А вы знали, что на Хайнань дождей вообще нет практически? Эта вся зелень появилась просто из-за того, что есть подводные воды, питают корни деревьев и под водой специально роют траншеи для того, чтобы здесь выросла зелень. Я прикалываюсь, вы что? Нет, конечно, здесь как и везде есть дождь, а как и везде есть зелень. Просто он не проливной, как в Таиланде или во Вьетнаме. Мы уже подходим к пляжу, осталась финишная прямая. Слушайте, здесь правда очень огромная, классная территория. Смотрите, здесь даже сосновый лес есть на своей территории, в котором можно просто посидеть в уединении. Здесь реально, ну, очень тихо, нет такого шума, гаммы. Это вообще далеко, ребят, не до Дунхай. А по мне сейчас по территориям, я бы сказал, даже далеко не у Лумбэй. И вся территория здесь сделана реально для отдыха. Сюда лучше приедьте и посмотрите сами. Если даже вы сюда приедете просто посмотреть, чтобы следующий свой отдых спланировать в этом отеле, уже будет достаточно, вы очень многое поймете. А я сейчас попробую запустить дрона. Если не получится, давайте просто посмотрим эту волну. Вот здесь реально даже на серфе можно погонять на сто процентов. И сейчас я покажу вам кадр из Орла и Решки. На самом деле я не покажу, на самом деле я сделал отдельный выпуск. Я готовлю его уже, он скорее всего уже скоро на канале. Посмотрите обязательно, это выпуск о том, какие ляпы наделал Орел и Решки, особенно вторая часть, когда они были на Хайнане. Это очень интересно, поэтому посмотрите и поймите на самом деле, и что там была правда, а что нет. Так что обязательно приходите, смотрите видео на моем канале. Прадо, Феррари, Кортье, где мы находимся? Все правильно, мы находимся в огромном гипермаркете, беспошлиной торговли в бухте Хайтенбей. Мы сюда специально приехали в эту бухту отдохнуть в нескольких отелях, снять обзоры и конечно мы не можем пропустить это место. Самое интересное и самое смешное, что мы пришли в этот торговый центр в первую очередь, ради того, чтобы посидеть и покушать. Но здесь в общем есть и КФС, как все остальные блюда, но я проведу по рядам китайской кухни. Здесь очень похожие блюда, только здесь они выглядят гораздо симпатичнее, как в ресторане. Есть пельмени, есть фрукты, овощи. Я думаю, наверное здесь остановимся, потому что нам здесь больше всего понравилось. И все-таки мы за национальную еду, если здесь отдыхать, а не за КФС, мы булки дома поедим. Смотрите, друзья, чтобы здесь поесть, вот есть такой большой фрукт-порт, на нем очень много еды. Чтобы поесть надо подойти вот сюда к этим милым девушкам, положить на карту депозит, и только потом идти заказывать и брать еду оттуда. В общем, мы заказали две тарелки с пельменями, утку по-пекински, помидоры. За всю человек нечаянно порвал. Получилось 132 юаня. Цена, наверное, приемлемая, как и везде. Идем по такому космическому коридору между блоками в Дьюти Фри Хайтн Бэй. Убежали здесь в магазин игрушек, поэтому если кто-то за подарками, тоже спрашивали по игрушкам. Конечно, может, далековато будет, но если вы сидите-то рядом, почему бы и нет. Ну вот, мы походили по этому торговому центру, беспошлой торговли. Конечно, все дорого, мне кажется, может быть даже дороже, не мониторил цены в наших Дьюти Фри. Но, в общем, если захотите, пожалуйста. Он работает, потому что многим говорят, что он не работает. Он открыт бухтой Хайтн Бэй. Пожалуйста, welcome, как говорится. Ну, а мы поехали в отель Шангрила продолжать наш отдых. Ну, вот так каждый раз мы и грузим коляски. У нас тут праздничное новогоднее настроение, елка, все как надо. Скоро Рождество будет, католическое, потом наш Новый год и наше христианское Рождество. В общем, здесь все уже под это дело украшено. Даже музыка, слышите, играет. На завтраке есть очередь. Думали, что такое. Они, оказывается, рассаживают к местам. А завтрак в особи проходит с 7 утра до 10.30. Все, пойдем. Садись. Да, садись. Сейчас мы все принесем. Давай. Сейчас. Вот, начинаем с нашего любимого сыра. Сыр здесь есть, колбаска есть, овощи, фрукты. В общем, я уже даже не буду рассказывать завтрак здесь на 10 баллов точно. Есть как китайское меню, так и европейское 100% меню. Так что сейчас все посмотрим, возьмем все попробовать. Такое у нас праздничное завтрак настоящее. Ну что, у нас у собейки рождение. Мы снова поздравляем. Ура! Ура! А еще вот прикольно, что здесь есть полностью детская такая зона, где можно самим детям выбрать какую-то еду, какие-то вкусности для себя самостоятельно, скажем, себя обслужить. Скажу, это прикольно, наверное, с двух сторон, что, во-первых, ребенок привыкает к самостоятельности. С другой стороны, не нужно взрослым бегать и думать о том, чем накормить ребенка, что ему взять. Здесь, в общем, вся есть еда, и сладости, и полезно, и даже маленькие супчики для маленьких детей. А вот это вообще они классно придумали. Смотрите, ты можешь спокойно позавтракать, а дети спокойно посмотреть мультики, как бы и никого никто не трогает. Это вообще супер, конечно. Готовы, дети? Ну что, у нас утренняя экскурсия на детском паровозе по парку. Сонин день рождения! Вот, смотрите, дорогие друзья, песочница с навесами, даже эскалаторы для детей, очень круто. В общем, если хотите экскурсию по территории, берите экскурсию на паровозе детском, и вам все станет ясно, что здесь есть. Сегодня у нас у Софии день рождения, и мы решили поехать с ней и всей семьей в аквапарк. Точнее, поехали туда, типа, что мы живем в Шангри-Ла отеле. Это рядом с отелем Atlantis. А вот его уже пик виден. Это тот, который показывали в Орел и Решках, в котором есть огромный аквапарк. В общем, мы туда идем, сейчас все будем разведывать, смотреть, сколько стоит, что за аквапарк и так далее. Посмотрим, пустят ли наших детей на горки, на какие. Как обычно, мы кое-как пробрали, кое-как купили билеты, потому что то не работал банкомат, то мастер-карт нигде не принимал. С итоге купили билеты. Идем в аквапарк, потом пойдем в океанарию. Соня, с днем рождения! Дальний аквапарк! Вот мы только зашли, идем, раздевалка здесь платная, за отдельные деньги, стоит 50 юаней, одна кабинка. Вот, кстати, карта местности. Карта, кстати, на входе. На входе карту почему-то не вдают. Как-то я привыкал в аквапарках, когда есть карта местности, а здесь только вот, ходи, смотри. В общем, я первый решил испытать горки. Короче, как обычно во всех аквапарках, очень проблематично зайти на горку с камерой. Короче, это либо невозможно, либо надо договариваться. Короче, я там всяко-разно уговаривал, для того, чтобы мне хоть дали с одной горки прокатиться и записать все это дело. В итоге, смотрите, и... Да, отлично! Супер! Погнали! Супер! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а что теперь мы отправляемся по очень интересному сплаву На самом деле нас не хотели пускать В итоге нам дали еще одного инструктора с собой Чтобы один кто-то из наших детей был с ним Я думаю, что есть такого обычная вроде речка Да речка, катайся, докатайся Но смотрите, что будет впереди Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья, мы закончили посещение аквапарка Что-то поснимали, что-то не удалось поснимать Потому что где-то не давали камеру Смотрите, вот в чем, как я хотел резюме сказать Аквапарк классная, стоящая вещь Особенно, если вы приехали вдвоем Если вы приехали с маленькими детьми Которых не будут пускать на все горки Это до 120 сантиметров Наверное, деньги, потраченные за их ход Будут бесполезны Потому что, во-первых, вы не успеете никуда сходить Потому что они будут ходить за вами Ну как бы дети с маленькими А второй момент Вы просто все не обойдетесь здесь Вот самая главная суть То есть вы где-то покупаетесь, где-то нет Поэтому горки, которые будут доступны Будут доступны, как в любом другом отеле Например, как мы Шангрила живем То есть, грубо говоря, мы получили тот же самый Практический эффект Чуть-чуть побольше Но отдали денег гораздо выше Поэтому, еще раз говорю С маленькими детьми не вижу смысла Повещать данный аквапарк А если вы вдвоем, это супер развлечение Классно, супер, приезжайте Отлично Это самый лучший аквапарк на Хайнане Точно Мы решили зайти на ужин в отеле Атлантис Есть огромный, богатый шведский стол Сейчас сразу спросите, сколько мы отдали Мы отдали за всю нашу большую компанию 720 юаней То есть 7000 рублей Но я считаю, что у нас Во-первых, сегодня у Софии день рождения Во-вторых, реально здесь очень много всего Но наша цель Я посмотрел сразу Есть пироженое, мороженое И все остальные вещи И поэтому мы будем Есть только сколько хотим И смотрите, у нас будет сейчас праздник Здесь стол Софии Пироженое, мороженое Ух ты, как здорово У нас в Софии день рождения И мы зажигаем свечки Ура Соня, будешь загадывать желание? День рождения День рождения День рождения День рождения День рождения День рождения Все мои желания исполнялись Давай Раз, два Три Ура Ну все, мы наелись Напраздновались Все, уже сил нету Но у нас еще ждет впереди Встреча с морскими Животными Чудиками всякими У нас большая все Экскурсия из Атлантики Идемте, смотри Как тут красиво Сказала Надя Я соглашусь Давай, вылази Пошли рыбу смотреть Как красиво Как будто картинка Это Мурена называется Подводная змея Это маленький Рыбь его нам Маленькие такие Маленькие мужики Вот это да Карахатицы Ребята, это просто Фантастические виды Здесь картины оживают Здесь, я не знаю В этой игре Эмираты Отдыхают 100% Очень круто Очень круто Ну вот, дорогие друзья Мы собрались Собрали свои чемоданы вновь Сегодня мы выезжаем Из отеля Шангрелак И двигаемся В сторону Ялонбэй Сейчас нам вернут депозит Здесь мы оставили на карту По-другому было никак Депозит очень большой Равен суткам проживания Был 10 тысяч рублей Так что ждем Сейчас посмотрим Потому что в Китае Я уже сталкивался Что депозит не возвращался По факту Поэтому посмотрим Как Шангрелак Уполняет эти условия Сейчас у него возвращает И говорят, что вернется Он не ранее, чем через 10 дней Потому что карта иностранная И вот в этих случаях Бывает, что он не возвращается Посмотрим, рискнул я Такой суммы или нет В прошлый раз Я был в Гуанчжол Они бы сказали то же самое Но деньгами так и не вернулись Сегодня мы выезжаем Из отеля Шангрела Резорт И я вам еще проведу Небольшую экскурсию По этому месту Этому отелю Сегодня погода более солнечная Поэтому будет, конечно Картинка поярче В общем, смотрите Здесь у нас находится Зона аквапарка Здесь есть детские горки Пускай детей без проблем Есть совсем для малышей Вода теплая Навесы от солнца закрыты Полотенца, пожалуйста Вы дают, называете номер Полотенца у вас есть Отдыхаете прямо на территории отеля Идем с вами дальше Что здесь есть по дороге Есть большой взрослый бассейн Народу там нет Потому что все с детьми И возле детского бассейна Но он есть Также шезлонги, зонтики Естественно, все бесплатно Здесь очень огромная Большая зеленая территория Я вам даже показывал Можно прокатиться здесь На паровозике На детском Вот мы прокатились И тем самым изучив территорию Это территория внутри Это все территория отеля Шангрила Здесь, кстати, в Хайтенбее Очень большие территории у отелей А за территорией Снаружи есть еще один городок детский Там веревочные всякие лесенки И так далее Сейчас мы потихоньку двигаемся В сторону моря Очень большие территории у отелей Потому что И делают комфорт для туристов Своих, для своих гостей Именно потому что Здесь не пляжная история В большей степени Потому что Здесь бывают очень часто Большие волны Но они не всегда Просто здесь ветер сильный На бухту это дует Поэтому отели делают все Чтобы здесь можно было Отдыхать на территории отеля Здесь можно играть в футбол Волейбол Вот такие экскаваторы Они как настоящие Ими можно управлять Мы прогуливаемся по детской площадке Хочу заметить Здесь очень удобно Смотрите Есть везде навесы Вот такие большие Чтобы ваши дети не сгорели И был тенек Прохлада Ну реально Огромная территория Я обойду только основные места Все остальное оставлю вам Чтобы вы могли Сами сюда приехать И погулять по этой территории Чтобы хоть немножко До интрига сохранялась Наш отель Сразу напоминаю Стоит вплотную С отелем Атлантис Пока я иду к морю Сейчас вам расскажу Вот этот момент Если вы сюда хотите Приехать на один день У вас есть китайская виза Лучше сразу поехать в Атлантис Потому что Там цена конечно Номера дороже Но это будет У вас зато аквапарк включен Если вы заселите здесь На один день И поедете в тот отель Получится то же самое Потому что заплатите Отдельно за аквапарк И выйдет то же самое Там на сегодняшний день Как бы на нашу семью Цена одного номера Стоит 25 тысяч рублей в день Здесь 10 Но если отдельно Брать аквапарк Это еще 16 тысяч рублей Того выходит Грубо 25-26 То же самое Смысла никакого нет Поэтому если вы планируете Поездку на один день сюда То берите Лучше Атлантис Ну вот такой момент Скажу что один день Конечно мало Мне кажется даже в аквапарк За один день Не успеете весь посетить Но смотрите сами уже Если вы взрослые То может быть Бегом-бегом все обойдете А если с детьми То вот мы вчера Прошлись по этому аквапарку И даже Как раз 10% не обошли Потому что мы с детьми были И не везде их пускают Естественно И соответственно Где их не оставишь Ну вот мы выходим Сейчас с вами к морю По тропинке Здесь кстати Также есть зоны отдыха Я сейчас к ним поднимусь Сейчас посмотрите море Сегодня оно поспокойнее В общем здесь Здесь свой какой-то Как говорится Прикол Такого отдыха Когда вы отдыхаете Лежите Смотрите на эти волны Наслаждаетесь Таким приятным ветром Но при этом не купаетесь В этом есть что-то Здесь многие такие Китайские туристы И проводят время Такое место Я бы порекомендовал тем Кому важен отдых Но не Важен пляж Как лежать Говорит только на нем И все Потому что в принципе Если хочется съездить на пляж Можно съездить в любую бухту Взять такси Это не проблема Как говорил Если как бы Ваш бюджет не ограничен А если у вас бюджет ограничен И ваша задача Отдохнуть дешево на море То явно Эту бухту Смысла нет никакого выбирать Просто здесь это не получится Буду резюмировать Данный отель очень хороший С хорошей территорией С отличными номерами С очень классными завтраками То есть вообще вопросов к отелю И каким-то размещениям Вообще никаких нет Рядом есть большой торговый центр Duty Free Рядом отель Atlantis В котором огромный аквапарк Здесь на территории Есть аквапарк для детей Вполне достаточно его Если у вас дети маленькие В общем Отель всем хорош Единственный какой мне момент Не понравился Мы сюда видимо приехали Одни из первых русских Русского персонала Естественно здесь нет Естественно от гидов Никого здесь еще пока нет Потому что гиды здесь присутствуют Тогда когда есть российские туристы С пакетными турами Здесь очень много сервисов Очень много услуг Но мы о них не узнали Нам о них никто не рассказал Мы вот заселились, жили Нам никто никогда не пришел Ничего не помог Не объяснил Не рассказал И вот сейчас на выселении Чувство такое не очень приятное Когда приезжают американцы Или китайцы Их тут хлеб с солью Как говорится встречают Нам только помогли Донести багаж Нам даже коктейльчик На входе не дали К сожалению А если бы здесь был бы человек Который бы рассказывал О том Как здесь можно провести свое время Что возможно что нельзя Сейчас вот оказывается Выяснилось что До торгового центра Дьютифри Можно на самом деле Доехать на их бесплатном шаттле А мы когда подходили Спрашивали нам Ничего не сказали Сказали такси И мы шли потом пешком Если как бы отель Позаботиться о российских туристах Можно больше Я бы очень рекомендовал этот отель Ну если вы очень хорошо владеете Китайским Или хотя бы английским Чтобы можно было постоянно Вспобудно речи Со всеми поговорить И выяснить Было бы хорошо Но сразу уже видно Российских туристов Не так встречают Как китайских Или иностранных туристов Здесь Вот пока это считаю Минус недоработка Если туроператор Кто его будет продавать Делать на этот акцент Тогда будет все супер В общем мы были Бухте Хайт-Эн-Бэй Шанггаларизорт Всегда для вас Павел Георгиев Подготовит обзоры Мы занимаемся Семейными путешествиями Наша цель Это чтобы ваш отдых Всегда совпадал С вашими ожиданиями Мы являемся Полноценным турагентством Зарегистрированным По всем правилам В Роспотребнадзоре В Труппомощи Официально все у нас С чеками Вы можете приобретать У нас всегда туры Мы всегда 24 на 7 на связи Внизу есть всегда Ссылка на мой Представленный Ватсап под видео К аккаунту В социальных сетях Георгиев Тревел Отдельно специализированный По Хайнанию Хайнайн Тревел В общем Дорогие друзья Подписывайтесь на мой канал Ставьте свои комментарии Ставьте лайки С вами Павел Георгиев Компания Георгиев Тревел Увидимся в следующих видео Едем в Елумбэй Субтитры сделал DimaTorzok